Веретенники это болотные птицы с очень длинным клювом и длинными ногами. Известно четыре вида. В этом видео мы хотим рассказать вам только о большом веретеннике, которого называют еще болотным куликом. Это очень изящная и элегантная птица со стройным телосложением. Его средний размер составляет примерно 40 см. Внешний вид этой птицы не такой яркий. Лишь у самца в брачном наряде в окрасе головы, шеи и верха груди появляются ярко-рыжие цвета. Низ сочетается с рыжими, белыми и темно-бурыми пестринами, брюхо же белое с небольшими темными разнокалиберными пятнами. В окрасе же самки больше всего преобладают охристо-серые тона. А еще самки немного крупнее самцов. Осенью все взрослые веретенники окрашиваются преимущественно серовато-бурые тона, а молодые – рыжевато-охристые. Большой веретенник распространен в умеренных широтах Евразии. Как видно на карте, распределение по ареалу неравномерное. Живет в открытой равнинной местности. Районы зимовки находятся в Африке, Южной Азии и Австралии. Взрослые птицы, как правило, возвращаются на прошлогодние места гнездования. Многие пары воссоединяются. У большого веретенника различают три подвида, которые отличаются размерами и интенсивностью рыжего цвета. Эти птицы питаются водными насекомыми, их личинками, пауками, мелкими ракообразными, двустворчатыми моллюсками, кольчатыми и многощетинковыми червями, реже икрой, рыбы, лягушек и головастиками. На пролете и в местах зимовок употребляют растительные корма, ягоды, семена и зерна риса. Зимовок большие веретенники прилетают довольно рано, еще до полного схода снега. Самцы занимают территории, на которых активно атакуют. Для постройки гнезда чаще выбирают сырые пространства, главным образом луга и болота без кустой высокой растительности. Иногда, правда, могут селиться на сухих лугах и даже на полях среди озимых и остатков стеблей злаков после уборки урожая. Их гнезда более или менее укрыты в траве, а толщина гнездовой подстилки из травы зависит от того, насколько вокруг сыра. На сухих же местах подстилки может и не быть. Самка откладывает обычно 4 яйца грушевидной формы. Их окраска может быть различной. Варьирует от бледно-охристой до темно-оливковой или бурой. Поверхность яйца усыпана размытыми бурыми пятнами разной величины, формы и густоты. Кладку в течение примерно 23 дней насиживает и самец, и самка. При появлении других животных родители активно защищают гнездо. Издавая громкие тревожные крики, они выскакивают навстречу врагу. Аспернатыми хищниками вступают в воздушную схватку. При приближении человека начинают вести себя беспокойно. Быстро трепещут крыльями перед носом, то и дело садятся в нескольких шагах от человека или собаки, отбегают, вновь взлетают, облетают кругом. В общем, стараются увести подальше от гнезда. Вылупившиеся птенцы покрыты пухом желтовато-охристого цвета с темным узором. Обсохнув, они самостоятельно покидают гнездо и вместе с родителями кормятся на болотах и топких берегах водоемов. Уже через месяц они становятся на крыло. Самка покидает гнездо с подросшими птенцами первой. Самец улетает через несколько дней после ухода семейства. Максимально известная продолжительность жизни большого веретеника отмечена в Европе. Там одна птица прожила 23 года 3 месяца. Кстати, русское название веретеник происходит не от слова веретено, а от резкого, протяжного, гнусавого сигнала тревоги, которое слышится как веретень, веретень, веретень. Правда, большой веретенник может издавать и другие звуки. Субтитры создавал DimaTorzok